Слэм это толчок! Но не туалет, как вы подумали. Толчок для искусства. Молодежное течение, я бы сказал. Видите ли? До появления слэма в нашем городе люди не могли спокойно ходить по первой майке. Теперь есть слэм, и я всегда могу сказать гопнику в стихах, что я о нем думаю. Слышишь ты, гопник? Ты, сволочь, такая ненаглядная моя пособие, но я тебе не буду только рад. И если ты будешь мне опорочить, то я тебя не спрошу. Вот что такое слэм. Я пишу по бумаге. Для чего? По компьютеру. Для чего? Это стремление вверх. Понимаете? Дело в том, что мы замкнуты в своем порочном круге в этом подземелье. И только бумага может выдать нам тот ключ, который способен нас береть, выпереть и выпустить. Выпустите поэтов! Это освобождение. Выпустите поэтов! Ребята, если вы пишете стихи, то вы уже начали писать, уже выкладываете свое творчество. Осталось, значит, прийти и придумать подачу. И как при помощи своей подачи заявить о симпатии всего зала. Так и проходит. Поднимаешься на сцену, берешь свои стихи и читаешь, как умеешь. Показываешь себя или, может быть, какую-то другую часть. Ты можешь быть добрым или очень адски злой. Можешь просто не стихнуть, а не. А можешь все-таки сказать, что ты не видишь, что что-то. Мирное существо, я сказал! Зрители, зрители ответят. Либо вас закидают бутылками и помидорами, либо вас обацы. Ну, первый раз я очень долго ждал и готовился. Очень понравилась реакция публики. И моя муза также была в полном оргазме. Я лишился девственности со слэмом, помнится, в детоне. На виду у всех. Все ходили и смотрели. Очень нервничал, поэтому заплетался. Дай руку дыру. Так вот. Я лишился девственности со слэмом, помнится, в детоне у всех на виду. А, черт, я это уже говорил. Я очень рад, что я принял участие в этом мероприятии. Я вдохновился им, я болен им. И теперь я хочу зародить и вас тоже. Спасибо. А теперь я прыгаю в яму. Только было. Мы все не так все видим. Это все, это все долго вбил. Будь по этому лучше всех и читаю стих, сжет тебя успех.